На картинговом стадионе Бреста Альянс собрались любители быстрой езды со всей Беларуси. Поводом стало проведение здесь открытого Кубка области по картингу. В соревнованиях, которые уже полюбились жителям Брещины и гостям нашего края, на этот раз примут участие команды и спортсмены ДСААФ, Министерство образования и других ведомств Республики Беларусь. В очной борьбе предфинальных и финальных заездов определяют лучших спортсменов в семи различных классах. Инициатором ежегодных соревнований стал Совет Брестской областной структуры ДСААФ. Представители этой организации сделали все возможное, чтобы в этом году Кубок по картингу прошел на высоком уровне, а условия проведения состязаний соответствовали международным стандартам. Надо сказать, что с этими задачами они прекрасно справились. Сегодня Совет Брестской областной ариационной структуры ДСААФ совместно с учебным центром ДСААФ проводит открытый Кубок Брестской области по картингу. Данное соревнование, данным соревнованием мы завершаем сезон 2014 года на областном уровне. Всего за год мы провели три соревнования на областном уровне. И наши команды, соответственно, приняли во всех этапах чемпионата и первенства Республики Беларусь по картингу и Кубки Республики Беларусь по картингу. Всего в соревновании по картинговой езде приняли участие 37 спортсменов, распределенных в шесть классов в зависимости от своей возрастной категории. Все они приехали из разных уголков Беларуси, чтобы поучаствовать в нелегком турнире, попробовать свои силы в конкурентной борьбе вместе с сильнейшими представителями данного вида спорта. У нас, как уже было при открытии объявлено, принимают участие команды из всей Брестской области. Это фактически, я, может быть, перечислю, это Пинск, Ивацевичи, Кобрин, Кружаны, Брест, Дрогичин. И гости прибыли, ввиду того, что у нас открытый кубок, поэтому гости прибыли из города Гродно. Заявлялись и другие, нынчане, в частности, обещали тоже прибыть к нам на кубок. Но, видимо, то ли погода, то ли другие какие-то обстоятельства им помешали это сделать. Я непосредственно занимаюсь картингом, ну и моя дочь занимается картингом. Сейчас соревнования у нас проходят областного уровня. Это завершающие соревнования по области. В этом году уже больше не будет соревнований. Значит, приехали к нам гости из Пинска, из Гродно приехали гости. Занимаюсь тоже, как и моя дочь, пять лет. Подготовка. Практически мы каждый день, если погода хорошая, то каждый день здесь занимаемся, тренируемся. Чтобы побеждать, надо каждый день тренироваться. Награды нашли своих героев. Приятно отметить, что на этот раз победу одержала команда Брестского спортивного клуба «Альянс». На втором месте тоже оказались брещане – представители Центра повышения квалификации имени Карбышева ДСААФ. На третьем обосновались гродненские спортсмены. Я живу в городе Бресте. Я занимаюсь картингом и буду продолжать им заниматься. Я занимаюсь картингом пять лет. Я занимаюсь пять лет. Я приехала сюда, чтобы занять первое место. И я от этого соревнования хочу, чтобы судьи были чуть добрее. Следующим этапом соревнований по картингу станет республиканский кубок, который состоится уже в следующие выходные в столице с Синёкой. В нем примут участие золотые и серебряные призеры брестских состязаний, а также спортсмены с Пинчины. На этом и завершится сезон по картингу 2014 года. Остается болеть за наших спортсменов, которые имеют высокие шансы на победу. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.